Одна из проблем, с которой обращаются родители к логопеду, это проблема двуязычия в русскоговорящих израильских семьях. Родители хотят, очень хотят сохранить русский язык и занимаются с детьми. Кто на большую часть времени проводится договорящими друзьями в школе, в детском саду, конечно, отражается и на его русском языке. Наш прелестный Давид сейчас нам скажет что-нибудь очень интересное на Иврите. Томас Эдисон, он мечтедагол, что именциал הרבה омцов. Он, в время его сейчас, был дедом Хасман, в том, что он мечтедагол, например, как патисон, что это как радио и мегабиры. Он мечтедагол, который был в школе, как деск, но он очень большой. И он также мечтедагол, который называется Менурат Хасман. И Эдисон, который был в шоке, он мечтедагол, который был в школе. Я мечтедагол, что это такое. Ты знаешь, что это такое? Это такси. А зачем вообще нужна такая машина? У кого нет его машины, своя машина, так нужно поездить на всякие машины, которые есть на улице. Например, автобус. А такси — это поменчик, чтобы быстрее. Чтобы быстрее. Хорошо. А ты знаешь, кто это? Ежи. Правильно, это ежи. А что ты про них знаешь? Что они маленькие, колюченькие, и нельзя их трогать вверху. Нельзя их трогать что? Вверху, на спине. Потому что там есть у них много колючки, как вот такие иголки. Замечательно. Ой, а это что такое? Это мяч. А что им делают? А, с ними играют. Например, мяч, комбол — это всякие игры. Есть мячики для футбола, есть мячики для комбола, есть мячики для мячик вода, есть мячики для всяких игр. У тебя дома много книжек? Да. Ты умеешь читать? Да. На каком языке ты читаешь? Еврейский, русский и английский. Ого! Мы только учим в классе английский. Ничего. Мама у меня дома учит русский, а в классе я тоже учусь еврейский. Как деток лучше. Мы уже учились как деток в прошлый год. Скажи, что это такое? Ключ. А что им делают? У двера всегда есть замки, что закрывают двери. А ключ, он что открывает замки. Молодец. Получка. Хорошо. А теперь посмотри, это тоже ключ? Да. Но это другой ключ. Какой? Это шведик ключ. Он что засунет всякие гайки и болты, что засунет их и что они могли держать какая-то штука, что строят. Хорошо. Сегодня ты очень красиво здесь танцевал, показал какие у тебя способности танцевальные. Наверное, ты музыку тоже знаешь. Музыка я только учу. Это ключ сол. Только учусь. Вот. Я хотела тебя спросить, что это тоже ключ? Это ключ сол. Он совсем другой, чем этот ключ и этот ключ. Потому что что ключ сол, он что открывает нам, как там музыка. Ключ сол, он говорит, что мы будем после две первые дома на музыку. А ключ фа, он совсем другое. Он на низкие звуки, на две первые. Ну, замечательно. Спасибо тебе большое. Я даже это совсем-совсем уже забыла, представляешь? Да. Это было так давно, когда я это учила. Спасибо. А стихи ты какие-нибудь знаешь? Да. Например, зайку бросила хозяйка. Можешь сказать? Зайку бросила хозяйка. Подождем остался зайка. За скамейки слезть не мог, весь до ниточки промок. Да. Давид, спасибо, спасибо тебе огромное. Было очень-очень приятно услышать. Таня свою ручку. Вот. Замечательный ребенок. Да? Да. Спасибо, спасибо тебе большое. А знаешь, ты на самом деле очень много перед своей мамой тоже сказать, спасибо, мама. Ты меня научила этому музыку на русском языке. Молодец. Спасибо, Давид. Многие родители очень хотят, чтобы их дети говорили на красивом, правильном русском языке. Но, к сожалению, они не знают, как это сделать. Как можно исправить уже то, что мы имеем. Знаем кто? Мы логопеды, русскоговорящие логопеды. Приходите к нам, и мы вам поможем. Да, Давид? Да, конечно. А тебе уже лучше. Уже лучше? Ну, замечательно.